Добро пожаловать в столярную мастерскую. Очень много вопросов подписчики прислали по поводу переставной энкоровской фрезы 9346, которая служит для изготовления мебельного фасада. Отвечу на некоторые вопросы. Толщина максимальная, которые могут обработать фрезы энкор 22 миллиметра. Я заказ выполнял при изготовлении кухни. Фасад делал толщиной 20 миллиметров и шириной 60 миллиметров. Самый оптимальный размер, хорошо смотрится. Очень много вопросов все-таки задают, можно ли переворачивать фрезы. Нельзя. Фрезы меняются только местами. Фигурная фреза, пазовая фреза, лежат шайбы. Подписчики спрашивали, куда ложить шайбы и как настроить данную фрезу. Качество соединения будет зависеть от плотности шипа и паза. Детали прохожу два раза на рейсмусе. Последний раз, не регулируя высоты, прохожу дважды. Потому что технология такая, что одна деталь будет базой к столу, кон профиль базой к верху. По-другому здесь не придумать. Поэтому надо детали, чтобы были строго откалиброваны. Из чего начинается настройка? С профиля. Для выполнения профиля ось фрезы. Одеваем фигурную фрезу. Одеваем пазовую фрезу. Одеваем подшипник. Ставим шайбу. Зажимаем. Вот эти шайбы, дистанционные, не ставим. Они лежат. Устанавливаем фрезу в станок. Установлена фреза на профиль. Лучше проходить профиль за два раза. Тогда не будет появляться сколы. Базой на площадку стола. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После прохождения профиля фрезу снимаем, разбираем. Нам необходимо установить пазовую фрезу, подшипник, фигурную фрезу, шайбу и гайку. Теперь вот самое основное в настройках. Вот это расстояние между краем пазовой фрезы и между краем фигурной фрезы будет изготавливать шип. Если вот это расстояние померить и штангелем вставить сюда, оно должно плотно входить. Чтобы добиться плотного соединения, вот это расстояние можно увеличивать. Этим самым мы будем менять толщину шипа. Я вымерял штангелем. В моем случае между подшипником и между фигурной фрезой надо положить три, можно даже сказать даже и четыре дистанционные шайбы. Зажимаем, устанавливаем фрезер. Зажимаем фрезер. Конпрофиль базы кверху. Вот такое давно быть плотное соединение. Еще раз, шайбы дистанционные укладываются. Можно снизу подшипника положить, роли не играет. Можно под подшипником, можно сверху подшипника положить, роли никакой. Вот эти шайбы дают толщину нашего шипа, который будет вставляться в этот паз. Снизу шайбы не ложим, сверху тоже не ложим. Главное выставить первый раз. Выставите, сделайте себе образец. Напишите база. И потом по этой базе будете регулировать. И на вот этой, скажем, база конпрофиля. Нарисуйте, что здесь надо поставить три шайбы. Это у вас будет образец, эталон, по которому будете работать. Вот так оно должно соединяться. Вот так не должно болтаться. Это не соединение. Вот это профиль. Он обрабатывается, еще раз, базой к низу. Чтобы обработать профиль, ставим фигурную фрезу. Шайбы не ставим. Фигурная фреза. Пазовая фреза. Подшипник. Шайба для подшипника. И гайка. Вот так собрана профильная фреза. Конпрофильная фреза. Шайбы не ставим. Ставится базовая фреза. Ставится подшипник. И ставится фигурная фреза. Между подшипником и фигурной фрезой устанавливаем шайбы. Которые регулируют плотность шипа и паза. Технология такая фрезы, что деталь обрабатывается профиль базой к низу. Конпрофиль обрабатывается базой к верху. Потом их переворачиваем. Собираем. И собранная деталь. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если вам понравилось. В гостях у дедушки Володи в мастерской столярной. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.